Вопрос. Я со своими коллегами по работе решил совершить обязательное паломничество. Я проживаю в Мекке. Мы поднялись на гору Арафа, а после направились в Муздалифу. Там я потерял своих коллег. И из-за того, что я не знал обязательных обрядов и запрещенных во время паломничества действий, а также потому что я совершал все обряды паломничества под руководством своих друзей, я вернулся домой в Мекку и снял их рам. Это произошло до полуночи. Я не завершил оставшиеся обряды паломничества. Что шариат говорит об этом? Что я должен делать сейчас? Ответ. Хвала Аллаху. Человек, который вошел в состояние и храма для совершения большого или малого паломничества, должен завершить его до конца. И в случае, когда паломничество обязательное, и в случае, если оно добровольное. Ведь Всевышний Аллах сказал. Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Шейх Ибн Осейминда, помилует его Аллах, сказал. Если человек приступил к большому или малому паломничеству, то ему не дозволено безуважительной по шариату и лишающей его возможности завершить паломничество причины прерывать его. Всевышний Аллах сказал. Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Слова «если вы будете задержаны», то есть «если вы лишились возможности завершить паломничество». Потеря коллег не относится к задержке, так как вы могли завершить паломничество и без них. Вы должны были, решив совершить паломничество, обучиться его обрядам, особенно учитывая, что вы проживаете в Мекке. И вам не тяжело обучиться обрядам паломничества, прежде чем приступить к ним. И не тяжело задать вопрос о том, как закончить паломничество, начав его. Сейчас вы обязаны сделать следующее. Первое. Покаяться Аллаху за небрежность, проявленную во время паломничества, из-за незнания религии, несмотря на доступность возможности обучиться ей. Второе. Из вашего вопроса, вы совершили паломничество Ифрат или Хиран. На это указывает и то, что жители Мекки не совершают паломничество Таматто. Таким образом, вам остался обход Ифада и ритуальный бег паломничества. Эти столпы паломничества никак не отменяются. Поэтому вы обязаны совершить их независимо от того, сколько времени прошло. Шейх Ибн Русейминда, помилует его Аллах, сказал, Тауафу лифада является столпом паломничества, без которого он не будет завершен. Если человек оставит обход Ифада, то его паломничество завершено не будет. Поэтому он обязан совершить его, вернуться в Мекку даже из своей страны и совершить обход Ифада. В этой ситуации, когда он еще не совершил обход Ифада, паломнику запрещена супружеская близость, так как он не вышел из-за храма второй раз. Второй раз из-за храма паломник выходит только после совершения обхода Ифада и ритуального бега Саай, если он совершает паломничество Таматто. Или ритуального бега и обхода по прибытии, если совершается паломничество Тиран или Ифрат. Шейху Ибн Базу, да помилует его Аллах, задали вопрос. Я проживаю в Мекке и в прошлом году совершил паломничество. Я совершил обход, однако не совершил ритуального бега Саай. Что шариат говорит по этому поводу? Он ответил. Вы обязаны совершить ритуальный бег. Это ваша ошибка. Ритуальный бег обязателен как для жителей Мекки, так и для человека, не проживающего в ней. Ритуальный бег Саай должен быть совершен после обхода, после схождения с горы Арафа. Паломник должен совершить обход и ритуальный бег. Тот, кто не совершил ритуальный бег, Саай, должен сделать это сейчас. Третье. Те обязательные действия, которые вы оставили и не совершили своевременно, должны быть искуплены жертвоприношением. Обязательные действия, которые вы оставили, следующие. Бросание камешков в джамараты, ночевка в мине в дни Ташрик, и жертвоприношение, если вы совершали паломничество Киран. Что же касается сбривания или укорачивания волос, то следует ли вам делать за это жертвоприношение или просто сейчас сбрить или укоротить волосы, это вопрос, по поводу которого между учеными разногласие. Ханафиты, Маликиты и Хамболиты в одном из мнений считают, что паломник, который не сбрил волосы до окончания дней Ташрик, должен искупить опоздание жертвоприношением. Шафиты и Хамболиты в другом мнении считают, что даже если паломник отложит бритье волос на дни, когда уже закончатся дни Ташрик, то он ничего не должен возмещать. И когда бы он не сбрил волосы, этого будет достаточно. Это похоже на вопрос с обходом посещения или ритуального бега. Шафиты указали, что откладывать бритье нежелательно. Первого мнения об обязательном жертвоприношении придерживался шейх Ибн Осеймин. Ему задали вопрос, мужчина совершил малое или большое паломничество, но когда побрился, не сбрил все волосы. Со времени его паломничество прошли уже годы, как ему быть? Также мы хотели бы услышать правило о том, когда паломник должен при оставлении обряда паломничества возвращаться в Мекку и совершать его вновь. Он ответил, этот мужчина пропустил обязательное действие паломничества. Тот, кто пропустил обязательное, должен в Мекке принести в жертву животное и раздать его мясо беднякам. Так его паломничество будет завершено. Что же касается действий, которые паломник должен совершить вновь, если пропустил их, то это столпы. Если он пропустил обязательные действия и их время уже закончилось, то он должен принести в жертву. Четвертое. Что касается запрещенных действий, которые вы совершили до окончания паломничества, близость с супругой, например, то вы ничего не обязаны искупать, так как из ваших слов видно, что вы сделали это по незнанию. Резюме. Вы обязаны покаяться Аллаху и поспешить завершить паломничество, исполнив его столпы, которые остались, обходы фада и ритуальный бег паломничества. Также вы обязаны принести в жертву трех животных в Мекке и раздать их мясо беднякам. И это за оставленные вами обязательные обряды паломничества. Бритье волос, бросание камешков и ночевка в мине. Четвертая жертва. Это жертвоприношение во время паломничества, если вы совершали паломничество к Иран. Однако, если вы не имеете возможности сделать это, то можете поститься 10 дней. А Аллаху ведомо лучше.